2012 год. Олимпиада в Лондоне. Дистанция 100 метров брасом. Женщины. Финал. На протяжении всего заплыва лидирует юная литовская спортсменка Рутами Лютити. На финише в упорную борьбу за касание с ней вступает опытная американская пловчиха. Серебряный призер прошлых Олимпийских игр на этой дистанции Ребекка Сони. И невероятно, Руте удается коснуться бортика первой. Такого результата не ожидал никто. Впервые за 16 лет на Олимпийских играх в плавании чемпионкой стала 15-летняя спортсменка. Похожий фурор только в пределах нашей небольшой страны произвела белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай. В 2017 году в городе над Бугом зажглась юная звездочка. Впервые за всю историю суверенной Беларуси Настя стала самой молодой пловчихой, которой удалось выполнить мастера спорта международного класса в 14 лет. Полдень. Брестский областной центр Олимпийского резерва по водным видам спорта. Один из лучших в Беларуси. На сегодняшний день в центре работают пять отделений по видам спорта. Это плавание, водное поло, прыжки в воду, плавание синхронное и плавание инваспорт. 654 у нас спортсмена, учащихся в центре. 65 групп по всем видам спорта. Если касаться только отделения плавания, 274 человека и 25 групп работают. Плюс еще у нас набраны сверхпланы комплектования 11 групп начальной подготовки первого года обучения на платной основе, где занимается 125 человек. Дворец включает в себя 4 бассейна и 6 спортивных залов, оборудованных для проведения соревнований международного уровня. Учебно-тренировочный, физкультурно-оздоровительный, прыжковый бассейны. А для занятия самыми маленькими есть бассейн «Малютка». Разнообразие залов также радует. Тренажерный, игровой, для прыжков в воду и синхронного плавания. Один хореографический и специализированный зал для сухого плавания. Условия очень шикарные, хорошие. Только работать, только готовить резерв и расти чемпионов. На сегодняшний день в центре проходят подготовку. У нас один в отделении плавания один мастер спорта международного класса, это Анастасия Шкурдай. Девять мастеров спорта и 22 кандидата мастера спорта. Остальные разрядники. В отделении плавания 12 тренеров-преподавателей. Руководство центра заинтересовано в обучении своих сотрудников. Например, за год было организовано семь образовательных тренингов с привлечением квалифицированных специалистов из Беларуси и других стран. К дополнению, выездные семинары, в том числе международные. Главное – желание, рассказывает Виктория Евгеньевна. Конечно бы хотелось, чтобы каждый тренер имел минимум первую квалификационную категорию. То есть категория тренерская присваивается за результат спортсменов. То есть для первой категории тренеру необходимо подготовить два чемпиона Республики Беларусь. Высшая категория – это участие уже в международных соревнованиях. Поэтому работаем над этим. Ежегодно во дворце открываются два класса. Один по плаванию и один совмещенный – водное поло плюс синхронное плавание. Дворец водных видов спорта сотрудничает с четырьмя школами, в которых открыты специализированные спортивные классы. На сегодняшний день 230 человек у нас обучаются в специализированных классах. Из них 120 человек – это пловцы. Классы с 5 по 11, плюс еще 16 человек у нас учатся в училище Олимпийского резерва в Брестском. По словам Виктории Евгеньевны, детей, которые хотят научиться плавать, становится все больше. Но пройдя уровень начальной подготовки, а это один-два года обучения, возникают сложности, когда встает вопрос перехода в учебно-тренировочную группу. Не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок связал плотно жизнь со спортом. То есть если научиться плавать, как жизненный навык, у нас все родители заинтересованы в этом, то вырастить чемпиона не все хотят. Оля, ты когда делаешь вдох, у тебя все лицо смотрит на потолок. Один глаз, второй в воде. У Светланы Николаевны опыт работы тренером превысил отметку 30. Сейчас она в зале с прошлогодним набором деток. В группе 11 человек, почти все они в шестом классе. И тренеру уже есть чем гордиться. Уже дети повыполняли разряды взрослые, участвовали на соревнованиях, на республиканских соревнованиях. Веселый дельфин по возрасту девочки 2007 год. Пока дети маленькие, у них щадящий режим. Шесть тренировок в неделю по два часа. Это работа в зале со своим весом и в воде с акцентом на технику. В принципе, в класс спортивный пошли все, кто хочет. Но они еще, наверное, не все понимают, что спорт – это как бы труд тяжелый труд. Но жалоб нет, не поступало. Все хотят внимания, все хотят результата, все хотят работать. Зачастую вместе с тренерами по плаванию проводят занятия в зале специалисты по акробатике или фитнесу, что позволяет только улучшить процесс подготовки юных дарований ко взрослому спорту. Плечи назад. Хорошо. Переносим руки на поясницу. Ровная спина. И скручивание делаем ниже. Выдох. Тоже акцент на кисти. Вдох. И выдох. Мы сейчас пока воспитываем умение, ловкость, гибкость, подвижность как бы в такой вот игровой форме, потому что спорт немножко поменялся. Мы не качаем железо. Вот мы так пытаемся, консультируемся. Помогают нам вот тренера по акробатике это все развить. О, молодец. Камила, это запечатлеть надо в тот момент. Светлана Николаевна, посмотрите на Камилу. В Камилы легли ноги. Это просто сегодняшний праздник, да, Камила? Обычно набор детей осуществляет два тренера. Это группа до 31 ребенка. После чего преподаватели по плаванию делят состав на две части и тренируют каждый по своим методикам. Это однозначно положительное явление. У тренера есть возможность реализоваться, у руководства оценить результат конкретного сотрудника, а у детей получить больше внимания. Великое на поиск, руковое вращение от уловища. Три-четыре раза в одну сторону, три-четыре в другую. Так несколько раз. Прогибаемся хорошо. Голова на месте, ровно. Игра. Это пятый спортивный класс. Точнее, часть его. Александр Николаевич проводит тренировку в зале. Он работает с момента открытия комплекса. В прошлом сам пловец. Мастер спорта Беларуси. Первый его набор сейчас в 11 классе и на первом курсе университетов. Когда я шел работать тренером, я думал, что это намного легче. На самом деле, конечно, это очень трудно. И дети все индивидуальные. С возрастом это еще больше проявляется. То есть, как бы, пятый класс еще пятый, да. А вот когда они уже 16, 17 и 18 летние, конечно, это уже надо индивидуально с каждым. То есть, тут групповое ничего не подойдет. Надо с каждым работать и в психологическом плане, в первую очередь. Когда набирали с коллегой деток, было 120 человек. То есть, выбор был довольно-таки неплохой. Плавание пользуется популярностью в Бресте. Набор продолжается и в спортивном классе. Три человека уже выбыли по состоянию здоровья. Их заменят те, кто также хотят профессионально заниматься спортом. Пока дети в начальной школе, пока они в спортивный класс не пошли. То есть, как бы, у них определенная медкомиссия есть, но она такая неглубокая, скажем так. Но как только дети идут в спортивный класс, у них более глубокая медицинская комиссия. И, как бы, ну, иногда что-то выявляют такое. Не то, чтобы вообще критично плохое, но родители рисковать не хотят, естественно. И забирают детей. Но это очень редко. Бот-сор подстраивается под школьное расписание. Дети приходят сразу после школы всей группой в одно время. Потом уже тренеры решают каждый для своей подгруппы, с какого зала начать и какую тренировку провести. Диана! Диана! Вдох! На четыре удара! Четыре удара! Вдох! Четыре вдох! Давай! Мы занимаемся в зале, занимаемся на воде. Ну, в основном идет в пятом классе, конечно, там какой-то там серьезной нагрузки физической у них нет. Но в основном учим плавать. Техника! 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 В планах у этих групп введение вторых тренировок только с седьмого класса. И то не каждый день. Все условия для них предоставлены. К тому же всегда есть кому обратиться и с кем посоветоваться. Осталось самое главное – рассмотреть и вырастить чемпиона. У нас организовываются всякие семинары, лекции. Тренера слушают, учатся, пересматривают свои взгляды, понимания. Есть доктор, можно спросить у него, он порекомендует, какие витаминчики ему попить или какой-то режим поменять. Или ребенок перетренированный, ему надо дать отдых. Можно работать, можно спрашивать, можно консультироваться. Первые спортивные группы по плаванию в Брестке областной центр Олимпийского резерва были набраны в 2010 году. Никто и не догадывался, но в одну из них пришла обычная маленькая девочка, которая позже, в 2017-м, удивила многих. Анастасия Шкурдаев 14 лет выполнила норматив мастера спорта международного класса. Сейчас ей 16, и пловчиха уже имеет немало весомых регалий и крупных стартов. Например, Настя двукратный призер третьих летних юношеских Олимпийских игр и трехкратная обладательница наград юношеского чемпионата Европы. И это только начало. В момент съемок Анастасия как раз находилась здесь, в учебно-тренировочном сборе. Живет там, где плавает, и плавает там, где живет. Для этого есть все условия. Помимо спортивной составляющей, во дворце водных видов спорта можно вкусно поесть в столовой и полноценно отдохнуть в гостинице. К тому же подвоз к училищу Олимпийского резерва является еще одним приятным бонусом. Условия у нас очень хорошие. Для нас доставляется бесплатное питание, нас возят в школу, мы ни за что не платим. Нам дают экипировку, то есть условия идеальные. Если я захочу жить в бассейне, я думаю, мне спокойно разрешат дать ключи, я буду здесь спать, отдыхать, как мне надо. Львиная доля – залога ее успеха в трудолюбии. Настя признается, что никогда не пропускала тренировки, идет на них даже если не хочется. Потому что я знаю, что это в дальнейшем мне поможет стать человеком, как сказать, обеспеченным. То есть я смогу себе за счет плавания положить дорогу в жизнь, в будущее, чтобы у меня была своя квартира, свои деньги, чтобы я не зависела от родителей, чтобы не просила ни у кого деньги, чтобы смогла сама зарабатывать себе на жизнь. Как и все родители, которые беспокоятся о своем чаде, мама и папа спортсменки раньше советовали ей больше отдыхать и даже иногда пропускать тренировки. Меня это так сильно разжало, что я просила просто, не надо говорить этого, потому что и так трудно. А еще когда вот так начинают, говорят, ну не надо тебе, наверное, так трудно. Я вообще стараюсь не слушать, я понимаю, что мне это надо, и иду. И чтобы там родители не говорили, я не слушаю их. На чемпионате Латвии в Риге белорусские спортсмены завоевали 61 награду. Было установлено два национальных рекорда – Алина Измушко и Анастасия Шкурдай. Причем предыдущие держались около 10 лет. Что любопытно, Настя обновила результат страны на дистанции 100 метров на спине, установленный в прошлом Александрой Герасименей. Конечно, я довольна, что побила рекорд. Но скорее я ориентируюсь не на рекорд в Беларуси, а на свои личные результаты. То есть я проплала для себя неплохо, плюс еще рекорд к этому. Ну, я особо не обращала внимания на то, что это рекорд Герасимене, просто довольна. И Александру Герасимене свое еще покажет, я думаю, она еще вроде собирается дальше плавать. И она больше плавает кроль, и полотенники, если только на моем спине. Ну, я думаю, тут ничего такого сенсорного нет. Просто неплохо пропала и все. Спортсменке не хватило 0,03 секунды для отбора на взрослый чемпионат мира и 0,37 секунды на Олимпиаду в Токио. Но время еще есть. Главные старты для Насти в этом году – первенство Европы в июле в Казани и первенство мира в конце августа в Будапеште. Плыть по своим лучшим результатам, там буду надеяться уже попадать в тройку призеров. Для начала финала, конечно, потом посмотрю. В своих силах Настя уверена, считает, что реально оказаться на пьедестале. Ведь там будут участницы примерно ее возраста. А если говорить о глобальных планах на будущее, то спортсменка надеется оказаться среди восьми лучших на крупнейших международных соревнованиях четырехлетия. В ближайшее время хочу отобраться в Токио 2020, потом уже в надеждах попасть в финал. Ну, для этого надо много работать, участие в результатах. Для нее плавание – это стиль жизни. Она прекрасно понимает, чтобы чего-то достичь, надо отдавать всю себя в то, что ты делаешь. Спорт – это ежедневный кропотливый труд, жесткий режим дня и психологическая работа над собой. Настя знает это и идет навстречу своим мечтам, несмотря ни на что. Некоторые говорят, что никогда в голову не приходило бросить все это. Но мне на самом деле приходило. Но это специально, я говорю, для тех, для детей, наверное, которые думают, что все это так просто, что если вот им хочется уйти, то надо бросать, потому что это не их. Но надо просто подождать до какого-то времени. У всех результат пойдет. Если вы будете по-настоящему работать и трудиться, результат, ну, возможно, придется чуть-чуть подождать. Но в спорте вообще нужно иметь терпение, и все получится. Свыше 580 спортивных объектов, 9 стандартных плавательных бассейнов, 6 стадионов, 168 спортивных залов. Все это про спортивную инфраструктуру Бреста. Если же говорить об олимпийских традициях, топовыми видами спорта на Брещене считаются гребля, тяжелая и легкая атлетика. Плавание пока переживает этакий процесс становления. Плавание набирает обороты. Был, конечно же, в плавании какой-то определенный в начале, так сказать, 2000-х годов спад. Но, тем не менее, уже есть предпосылки для того, чтобы вернуть те позиции, на которых была Брещена Олимпийская в прошлом. Все самые знаковые достижения собраны здесь, в зале Олимпийской славы, который был создан в 2017 году. Это такая медальная копилка. Здесь собрана статистика, здесь собраны фотографии, видеосюжеты. Здесь интернактивный такой зал, есть возможность у групп учащихся, которые вот здесь частыми гостями являются, есть возможность ознакомиться с нашими достижениями, и она прекрасная возможность им об этом рассказать. Они на связи со спортсменами, по сути, онлайн. Все селфи и видеообращения олимпийцев попадают сюда. Здесь, в этой обстановке, мы говорим о спорте, показываем кинофильмы. Бывают, принимают участие и сами спортсмены. Если это какие-то есть информационные поводы, или вот сейчас у нас год начинается, то есть проводятся мероприятия, посвященные Евроиграм 2019 года, поэтому, скажем так, спортсмены привлекаются. Главная цель этого зала, говорит Елена Леонидовна, влюбить детей в эти виды спорта, чтобы в последующем они тренировались и наполняли дворцы и стадионы, которые созданы для них. Как мы говорим детям и объясняем, это подвиг завоевать олимпийскую медаль, и медаль на чемпионате мира, на чемпионате Европы, поэтому уже нужно настраивать детей, чтобы они стремились повторить это и захотели стать, подражать нашим спортсменам-звездам. У гримного канала располагается стела – олимпийская слава Брещены. Вокруг нее символические медали спортсменов, которые завоеваны на олимпийских играх. Там еще есть четыре пустых места, которые, надеется Елена Леонидовна, будут заполнены по итогам олимпиады в Токио. В общем-то неплохо, неплохо, хотя вот такую вот корявость я наблюдал, Саня. Быстрее, быстрее, не важно как. Александр Анатольевич – арбитр национальной категории. На протяжении семи лет он работает главным судьей всех республиканских соревнований, которые проходят на базе Дворца водных видов спорта. Я думаю, что это одна из лучных баз в Белоруссии. Здесь, в общем-то, настолько все хорошо, что все хотят попользоваться этим хорошо. И сборная у нас, в общем-то, частые гости, сборная команда. Но они наши родненькие, мы обязаны принимать и принимаем. Вот сейчас плавает Узбекистан, арендует две дорожки, Санкт-Петербург, в общем-то, наши постоянные гости. Ватерполисты приезжают на сборы. Александр Анатольевич считает, что в Брестской области бассейнов достаточно. Например, в Пружанах, Лунинце, Ивацевичах, Кобрине, Жабинке. Не говоря уже о Барановичах и Пинске, где в истории школ уже давно числятся мастера спорта международного класса. Но не везде все так радужно. В некоторых городах построены бассейны банного типа, которые не подходят для подготовки спортсменов. Настроили много, но, к сожалению, большому, надо было бы со специалистами. Мы хотим развивать спорт. На, те, построили, развивайте. А как? Бортиков нет, дорожек нет, тумбочек нет. Как его развивать? К тому же проблем с набором нет. Все знают, насколько полезно плавание для сердечно-сосудистой системы, работы легких, укрепления мышц, закаливания и хорошего настроения. Поэтому приводят своих детей. Старший тренер Брестской области видит минус в другом. Набор спортивной группы есть, а вот отбора нет. Скажем, вот сборная, о, красавцы, по два метра, в одно треугольнички, вот такие нужны. Один грибок, полбассейна, вот это нужно. А частенько, да, много народу, маленькие, толстенькие, и мы из них пытаемся что-то изобразить. Вот это набор. А отбор – это пройтись по всему городу, просмотреть по всем школам и так далее. Это кропотливая работа на полгода как минимум. Чемпионами не рождаются, ими становятся, говорили во времена Союза. Да, в то время спортсмены с утра до ночи тренировались. Километраж имел большое значение. Пловцы, грубо говоря, не вылазили из бассейнов и за день проплывали около 20-25 километров. Сейчас же все иначе. Он стал более экономичен, более бережно относится к спортсменам, терпимее. И уже не 18 лет сбросил результатный расчет, до свидания. Поддержим, потому что полтора-два года нужно потерпеть. Это физиология человеческая. А тогда что я скажу, да некогда нам, у нас 250 миллионов, вперед! Нам хватит этого. Часто по окончании школы пловцы, которые не попали в национальную команду, теряются, не успев раскрыть весь свой потенциал в спорте. Это больше относится к парням, которые развиваются позже девушек. Например, такая ситуация была у Евгения Цуркина до 20-ти, а после он стал чемпионом Европы. В этом аспекте все зависит от тренера и условий. Спад попадает на студенческое плавание, на студенческий спорт. Многие ломаются. Это многое зависит уже от тренера. И на каком уровне они, так сказать, вот этот вот спад они поймали, скажем так. Если он довольно высокий, то этот спад будет не так ощутим. Не так ощутим, то есть он будет в поле зрения. А если, да, он перспективный, но пока не успел выплыть, там он нужен. Михаил Ларченко – мастер спорта по плаванию. Учится в 11-м классе Брестского Республиканского училища Олимпийского резерва. Собирается в дальнейшем пойти на дополнительный курс, чтобы продолжить плавать здесь. До плавания, какими он только видами спорта не занимался, и футболом, и гандболом, и единоборствами, и даже гимнастикой. Меня родители отдавали на много секций, я попробовал все, и больше всего понравилось плавание. То есть мы пошли попробовать, я в детстве очень часто болел, и мы пошли попробовать плавание для укрепления здоровья, и мне как-то это зашло, я решил, что буду заниматься дальше. Подошел Миша к спорту серьезно с самого начала. Поставил цель и шел только к ней. Были трудности, и результат медленно шел. Но он сделал это, он добился своего. Когда я шел в спортивный класс, я понимал, зачем я шел спортивным результатом. Когда у меня был первый разряд, и когда в тот момент у меня была цель мастер спорта, я медленно, но уверенно к ней шел. Миша выполнил норматив в 10-м классе в Минске. Не знаю, какое-то чувство эйфории, легкости, что все-таки я достиг того, что я поставил перед собой. Были мысли уйти со спорта, но родители и тренер всегда верили и верят в пловца. Миша поддерживает его, зная, что он готов на многое. Папа раньше занимался спортом, и, наверное, поэтому он понимает, что поддержка очень нужна. Он все время подбадривает, все время настраивает меня перед соревнованиями. Говорит, что Миша нужно работать, всем тяжело. Ну, а вообще, со временем начал справляться с волнением. Уже не важно даже оранжирование соревнований, то есть не важно какой-то ранг, просто настраиваешь себя на работу. Глобальные цели – олимпийская медаль. Миша интересуется плаванием в мире, читает книги, полезные статьи. У него есть и свой кумир. Есть – это сейчас весло, точно хороший творец. Мне нравится его подход. Я знаю, что я читал в книгах, что рассказывали, почему он тренируется один. Этот человек постоянно соревнуется, он хочет стать лучшим, и он и есть лучший, один из лучших. Постоянно на тренировках, когда есть какой-то спарринг-партнер, он пытается его обогнать. Даже на откупывание он не может. Тренеру рассказывал, что он не может работать, когда кто-то впереди него. Он постоянно пытается кого-то обогнать и работает на полный. Сейчас перед Мишей поставлены следующие цели. Ближайшее – проплыть по нарвативам отбора на юношескую Европу. На 100 метров мне осталось полтора секунды. Это работа над второй половиной, и я думаю, у меня все получится. На сегодняшний день в центре проходят практически все республиканские соревнования, где нужно показать результаты для отбора на значимые международные турниры. Инфраструктура бассейна постоянно совершенствуется. Для деток есть все условия, чтобы комфортно тренироваться и достигать высот. Главное, чтобы хватило желания, трудолюбия и целеустремленности. Я выполнил второй взрослый в Польше. Я не то, что ожидал, я надеялся на то, что выполнит, но смог. Родители мои ходили тоже на плавание. Я ходила тоже с Александром и Гересменей познакомилась. И она сказала, чтобы я шла в плавание, посоветовала нам, я пошла в плавание, начала плавать. Когда тренер мне что-то говорит, и я это выполняю на тренировке, я горжусь собой. Собираюсь пока что заниматься, продолжать, улучшать результаты, выполнять новые результаты. Ну и потом также отбираются всякие территории мира, Европы, Олимпиады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин